Всем привет! Это снова я. И сегодня я буду рисовать красивый рисунок и говорить о мифах Древней Греции. Первый миф, который я хотела бы вам рассказать, это рождение Афродиты. Так что, приятного просмотра! Возле острова Кефера родилась дочь Урана, Афродита, из пены белоснежной морских волн. Легкий ласкающий ветерок принес ее на остров Кипа. Там приветливо окружили оры, вышедшую из морских волн богиню любви. Они надели на нее золототканую одежду и венок из благоухающих цветов. Где только ступала Афродита, там пышно разрастались прекрасные цветы. Воздух весь был полон благоухания. Эрот и Гемерот отвели дивную богиню любви на Олимп. Громко приветствовали ее боги. С тех пор живет на Олимпе всегда юная, златая, прекраснейшая из богинь Афродита. Ну что, как вам миф? Слушали уже? Читали? Ну а вот вам следующий миф. Следующий миф будет про Медузу Гаргону. Когда власть принадлежала Титанам над всем живым, они жили на глубинах вод, и последними из них были Форки и Кету. Родилось у них шесть детей, но трое с рождения выглядели старыми. Их назвали Форкиды. Трое других же дочерей отличались неземной красотой и назвали их Гаргонами. Двое сестер-красавиц были бессмертные, а самая младшая Медуза была единственной смертной дочерью Титана. Несмотря на свою особенность, роднившую ее со смертными людьми, она была самой красивой из морских дев. Ее глаза сияли будто летнее лето, а волосы напоминали сверкающие волны золота. Удивительно, что Посейдон сразу же обратил внимание на девушку. Своим преследованием морской владыка Посейдон доводил Гаргону до тчания. Медуза не знала, где скрыться от Бога, который был не мил ей. Девушка решила скрыться в храме Афины. Она думала, что это остановит Посейдона, так как она находилась в священном месте. Но Посейдона это не смутило. Посейдон осквернил алтарь Афины. Как ни странно, Афина не стала гневаться на Посейдона, а всю ярость выразила на Медузу, несчастную девушку. Обозеленная Афина прокляла Медузу Гаргону. Из красавицы она превратилась в жуткого монстра. У девушки выросли крылья, а вместо ее чудесных волос змеи ядовитые. А также Афина наделила ее смертельным взглядом. Одного взора на человека хватало, чтобы превратить его в камень. Как несправедливо получилось, Афина прокляла обед на девушку Медузу Гаргону. Хоть и поломал ее храм Посейдон. А что сделали с ней боги, вы узнаете, если прочитаете следующий миф сами. И он про царевича Персея, того, что лишил жизни чудовища Медузы Гаргоны. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Сейчас вы увидите результат. Вот что у меня получилось. Как по мне, получилось довольно красиво. Оцените, пожалуйста. Всех люблю. Пока!